Дарро, дружище! Весь контент освоен, пора им поделиться. Для удобства видос разделил на две части. Первая часть — гайд про обновление Глумрот. В нем расскажу и покажу, что нового нам принесли. Как изменились школы заклинаний, что за новая система драгоценностей, как получить коня вампира, где найти некоторые ресурсы и так далее. Это поможет вникнуть в проект, понять, ну или хотя бы прикинуть, что качать, куда идти, что где искать и так далее. Совсем базовые вещи затрагивать не буду. Эта часть скорее для тех, кто уже играл ранее в Райзинг и хочет вникнуть в обновленный вариант. Но даже если только пришел в игру, этот видос тоже будет полезен, однако рекомендую потом посмотреть базу. Выдал ее тут, лови подсказку, также добавил ссылку на гайд в описании. Вторая часть — гайд по новым боссам. Победим всех, обсудим их скиллы и как можно с ними справляться. И даже может быть, наверное, возможно, как не тильтовать, но это не точно. Если интересуют остальные боссы, также есть уже готовый гайд с убиением их. Подсказка появилась и ссылка также будет в описании. Часть первая. Гайд про обновление Глумрот. Теперь у нас есть новая локация под названием Глумрот. Делится она с северную и южную, и обе вышли напряженными. Южная кишит мутантами, которые постоянно нападают на местных жителей и выпрыгивают на тебя, если вдруг оказался у местных токсичных водоемов. Также с мутантами появился новый тип крови, который так и называется — мутант. О нем расскажу чуть позже. Северная часть Глумрота больше промышленная, где сидят ученые и изобретатели. А угроза уже больше не в мутантах, сколько во всяких машинах и погодных условиях, где особо не постоишь. Потому что в любой момент в тебя бахнет молния, оставив в точке удара огненное поле. В общем, лучше не залипать. В итоге в одной тебя давят мутанты, а в другой — погода. Поэтому отходить от игрового процесса в этой локации не стоит. Будешь чувствовать себя постоянно напряженно, прямо как в проклятом лесу. И разумеется, в новой локации появились новые ресурсы, новые боссы, о которых подробнее поговорим чуть позже. Новый вид крови — мутант. Забавная штука, которая, как по мне, больше для фана, чем для реального усиления против тех же боссов. Относится к категории крови животных. То есть ты мутантов, как и животных, в клетку не затащишь, чтобы постоянно этой кровью питаться. Первый уровень. Скорость оттока крови снижается на 25-50%. То бишь твои условные 10 литров крови будут расходоваться медленнее, а значит обновлять ее придется реже, чем другие. Второй уровень. Увеличивается общая оценка сопротивления, ну то есть ты просто будешь более живучим. Третий уровень. Увеличивается скорость передвижения при изменении формы. То есть форма крысы, волка, жабы, медведей, летучей мыши теперь будут более быстрые. Четвертое. Появляется довольно высокий шанс превратить жертву в случайного мутанта при убийстве ее укусом. Ну и пятое, как обычно, усиливает все эффекты на 30%. Это касается любой крови. Про остальные виды крови также рассказывал в прошлом гайде. Они не то чтобы поменялись, так что поглядеть можно по подсказке или по ссылке в описании. Проклятый лес или как в нем выжить. Выживание в проклятом лесу тоже поменялось. Ранее проблему составляли только монстры, потому что их было много, возникали из ниоткуда, что в том числе усложняло добычу ресурсов и битву с боссами. Теперь в локации новый уровень страдания. Лес же проклят, и он влияет на нас. Чем дольше там, тем меньше обзор и в какой-то момент практически слепнешь. Видимость пропадает. Карта тоже становится сплошным куском тумана, из-за чего выбраться из леса, мягко говоря, сложно. Но да, убив одного из местных боссов, получим плащ, который будет защищать нас от проклятий, и значит жить лучше станет. Механика прикольная, которая да, усложнила жизнь, но лучше раскрыла сущность проклятого леса. Переработаны все школы заклинаний и добавили новую. Школа бури. Каждый из них вешает свой дебаф на противника и баф на нас. А также лучше раскрывает стиль игры. Школа крови. Скиллами вешаем пиявку, проще говоря, дебаф вампиризма, который дает хилиться при нанесении урона по противнику. Как по мне, именно в этой ветке вампир получается максимально живучий, универсален как для игры, через оружие и через скиллы. При этом в этой ветке есть самая сильная хилка в игре, ну по моим оценкам. Школа хаоса. Скиллы вешают дебаф ожога, который дамажит противника несколько секунд. Ветка рассчитана на максимизацию вашего дамага со скиллов. Школа нечистой силы. Моя любимая. Накидывает дебаф осуждения, который увеличивает весь входящий дамаг по противнику и после смерти цели призывает скелетов, которые сражаются за тебя. Безумно вкусный дебаф, так как противник банально убивается быстрее, что также важно при борьбе с боссами. Плюс призыв скелетов, по мне, важная механика, так как на них отвлекаются мобы, боссы, а ты можешь бесконечно кайтить, разбивая всех на дистанции. Почему еще важен дебаф? Потому что он бусит урон со скиллов, тех же, которые ты используешь. Плюс, если ты играешь через оружие, это тоже довольно хорошее усиление. Школа иллюзий. Школа иллюзий, любопытная ветка, помогает вывести игру от скиллов на новый уровень. С одной стороны, вешает дебаф слабости, из-за чего противник наносит тебе меньше урона. С другой стороны, при убийстве противника или просто при юзании скиллов, на нас вешается баф фантазм. Фантазм стакается, и каждый стак снижает откат скилла на 1%, и повышает на 2% шанс, что после использования скилла его откат тут же сбросится, что даст использовать навык вновь. Стаков всего может быть 10, это значит, что максимально мы можем снизить откат скиллов на 10% и получить 20% шанса, что скилл откатится сразу после применения. Это очень крутой баф, который буквально позволяет пулеметить скиллами. Поэтому, если любишь играть через скиллы, я бы рекомендовал обратить внимание именно на эту школу. Школа Мороза, если любишь контролировать противников, то иди сюда. Однозначно крутая школа для пвп. Несмотря на уклон в контроль, она и хорошо дамажит, что также актуально для пве контента. Скиллы школы накладывают охлаждение, что замедляет противник. После наложения охлаждения, повторное попадание по противнику скиллами замораживает его, и противник на 4 секунды ничего не может сделать. Но если вдруг у противника иммунитет в заморозке, он получит дополнительный дамаг и замедлится. Важный момент. Если заморожен вампир, то на нем дебаф висит в 2 раза меньше. Иначе пвп против ледяной ветки было бы полной пыткой. И школа бури. Классная новая школа, которая стала некой комбинацией дамага, мобильности и контроля. Большинство скиллов навешивают эффект статики. Это электризует противников, и последующие 5 секунд, нанося дамаг противнику, он получит дополнительный дамаг. Не то, чтобы сильно бустит наш урон, но все равно приятная история. Система драгоценностей, или как раскрыть свои скиллы по-новому. Кроме просто увеличения дамага, радиусы действия и снижения отката, они могут менять механику. Так теперь этот скилл пускает 2 спела вместо 1. А значит, и призвать я теперь могу одним попаданием сразу 2 скелета. Этот скилл теперь при блокировке дамага позволяет отхиливаться, а уже знакомая хилка может кастоваться дважды, повышая этим общую эффективность и удобство использования. Под каждый скилл есть куча версий. У каждой драгоценности статы рандомные. То есть, мало того, что отдельные бафы от него случайным образом выпадают, так еще и у каждого стата есть вилка, увеличение от и до. А значит, грин составляющая и рандом вышли на новый уровень, что также тебя мотивирует больше фармить, чтобы наролить ту самую идеальную версию. Всего есть 3 тира. Каждый уровень тира дает дополнительную строку эффекта. Падать они будут уже на старте, с сильных мобов, боссов и сундуков. Сначала будут падать первого тира с одним бонусом. Затем на 57 левеле после убийства босса получим станок, что даст производить драгоценности самостоятельно второго тира. И затем, убив нового босса 70 левела, откроется возможность за тем же станком скрафтить Т3, имея в распоряжении сразу 3 вида бафа. В станке точно так же тебе будут падать драгоценности с рандомными эффектами. Так что гача не только при убийстве противников, боссов, лута сундуков, но и при сливе ресурсов на крафт. Система драгоценностей сделала игру еще интереснее. Именно за счет возможности не только существенно бафать скиллы, но и подстраивать их механику под свой стиль игры. Настоятельно рекомендую на них не забивать, так как чем дальше будешь проходить, тем важнее их усиление для комфорта твоей игры. Да, в принципе ты можешь пройти игру и без них, но с ними будет гораздо комфортнее. Древнее оружие. В игру добавили древнее оружие, а древнее оно потому что получаешь в виде осколков, которые нужно собрать воедино. Выпадать начнут довольно рано, но только на 57 левеле победив босса у нас появится кузница, в которой станет возможно это оружие создать из полученных осколков. Но это еще не все. Для них также нужны специальные ресурсы, откроются которые только после победы над боссами 60 левела. Собирать такое оружие тяжко, скажу сразу. И да, тут тоже рандом. У такого оружия всегда разные баффы, и у каждого баффа могут быть как максимальные, так и минимальные значения. Поэтому также придется знатно поформить, чтобы добыть именно то оружие, что подходит под твой стиль игры. Также прожав альт, ты посмотришь, какая вилка вообще может быть, и насколько ты низкий или высокий получил показатели. Советую, учитывай торговизну создания подобного оружия. На фарми сколько хватит сил этих поломанных версий, после чего выбери то, что тебе максимально нравится, и его крафти. Как скрафтить радиум эллой, и где взять токсичную канистру. Пустая канистра под токсичную канистру делается в фабрикаторе за стекло и металл. Затем тащим ее к одной из токсичных луж, жмакаем, и она пополняется токсичной жидкостью, как раз которая и нужна для создания радиум эллой. Можно, конечно, и то и другое повыбивать, но, как показала практика, побыстрее было создать самому. Двуручный меч и пистолеты. Двуручка классное оружие. Получим его рецепт после убийства. Тристана на 44 левеле. Атаки медленные, дамаг приятный. Есть рывок, который поддамажит противника и подкинет. Также есть атака в прыжке, которая кроме дамага дает и хороший способ засейвиться от атаки противника. Нашел ему применение больше в пвп части. Для пве мне показалось, есть варианты получше. Пистолеты. Получишь после убийства джейд на 57 левеле. Это прям крутое оружие. Дамага хватает. Средняя дистанция помогает издалека напихивать всем подряд, запуливать на кью волну пуль, которая слабаков еще и отбрасывает. А на Ешку можно свалить из-под дамага и отвешать взрывную пулю, которая сдетонирует попозже, нанесет дамаг к цели и всем вокруг. Оружие приятное, легче чем арбалет, который даже любимую косу порой сдвигал с пьедестала. Про остальное оружие рассказывать не буду, уже сделано в прошлом гайде, подсказочка выше. И все так же ссылка в описании. Куда ставить замок и бонусом доступное железо. Нет правильного места, есть цель. Да, карта немного изменилась. Появилась новая локация, но суть та же. На старте ставил сюда, ибо центр. И отсюда удобнее всего добраться до всех, кто нужен, пока не доковылял до стадии с металлом. Как только пошли убивать босса бабку, тут переход к металлу, а значит топаем вот сюда. С одной стороны, это тоже центр, и обеспечивает максимально равноудаленное расстояние до любой почти нужной точки в игре. С другой стороны, у нас прям под носом будут вендоры, у которых можно закупиться всяким. Еще момент, те самые шахты с кучей металла, опять же у нас под носом, далеко бегать не придется, туда и обратно. И еще один крутой нюанс, еще ближе к нам схрон с кучей металла, где можно фармить, не боясь мобов и боссов, что шастают в шахте. Уже на 35 левеле, убив медведя, сможем туда с помощью его формы пробиться. Тут безопасное место для фарма металла, выформишь себе спокойно весь железный сет, и не придется лезть в ту гущу, куда обычно ледут все. Железо тебе нужно будет большую часть игры, поэтому так важна эта безопасная точка, чтобы без стресса фармить сколько хочешь. Появились целые поселения вендоров, и это очень круто, потому что в этих поселениях есть куча разных продавцов, которые могут продать тебе необходимые ресурсы, свитки, книги, какую-то внешку. Самое важное, как по мне, это именно часть со свитками и книгами, потому что она позволяет тебе быстрее открывать какие-то исследовательские ячейки, а значит открывать рецепты для шмоток, открывать рецепты для полов, открывать рецепты для нового оружия и бижутерии. А чем раньше ты эти рецепты откроешь, тем быстрее ты сможешь скрафтить новый шмот, тем быстрее ты станешь гиром выше, тем проще ты будешь справляться с противниками. Выгода очевидна. Как получить коня вампира? Это будет примерно на 60-м левеле. Получаем этот скилл после того, как замок апнем с 3-го уровня до 4-го. Главное преимущество, что он бессмертен, ему не нужна вода, и его всегда можно призвать к себе, где бы ты ни был. Еще ему можно скрафтить седло, что сделает маунта еще быстрее. Также у такого коня появится прыжок, как у волка по сути, что даст на ходу преодолевать препятствия. Адам за Ферстборн. Как попасть к боссу и где найти EMP? Часть ответа уже в вопросе. Да, нам нужен EMP. Это еще один вид взрывчатки. Раньше мы динамитом взрывали ворота, тут ворота взрываются вот этой электрической бомбой. Рецепт на нее получим еще на убийстве босса 77-го левела. Далее надо ее скрафтить в фабрикаторе, но и тут может возникнуть вопрос. Как получить заряженную батарею? Убивая всяких ребят из глумрота, особенно железяк, с них будут падать разряженные батареи. Далее их нужно зарядить. Для этого тачим к одному из механизмов, что ловит молнии вокруг. Пихаем ее туда, потом приходим и забираем уже заряженную. Да, тягомотина, но что есть. Dusk Color или как довести слугу живым. За убийство босса Леандру 47-го левела получаем рецепт на крафт этого прекрасного телепорта. Он позволяет больше не бегать зачарованными, а просто телепортирует его в твой замок, размещая в любую свободную клетку. Это безумно упростило коллекционирование будущих слуг для фарма и заключенных для потребления нужных типов крови. Очень упрощает жизнь, экономит время, силы и нервы. Не нужно больше пойманного слугу тащить через всю карту, особенно когда ты далеко находишься. Сумки для удобства фарма. Есть для растений, самоцветов, книг-свитков и подмонеты. Что появилось подмонеты, особенно круто, так как серебряные монеты нас дамажат. А положив их в сумку, дамажить тебя они не будут. Ну и в целом эти сумки позволяют тебе дополнительно разгрузить твой общий инвентарь. А он и так маленький. Три этажа замка и телепорт по замку. Почти на самом старте ты можешь мучить уже себе сразу трехэтажный замок. Были бы ресурсы. И это оказалось довольно удобно. Даже на небольшом участке можешь чувствовать себя комфортно, потому что тебе больше нет необходимости расширяться вширь. Теперь все, что не влезло внизу, помести наверх. А чтобы лазание по этажам было быстрее, убив босса 60-го левела, получим мини-телепорты. С их помощью можно быстро перемещаться между этажами, что однозначно круто. Теперь качество крови слуг можно повышать с помощью Radiant Gru. Звучит прикольно, но только звучит. Убив босса 60-го левела, у нас появляется рецепт и Radiant Gru. Она обладает мутирующим эффектом. Скрафтить ее просто, ресурсов нужных будет куча. Нюанс в другом. Напоив им слугу, поднимаешь качество крови на 1-2%. Но при этом есть шанс 35%, что он превратится в мутанта. А значит потеряешь слугу, и его придется убить. Сказать, что это плохо, ничего не сказать. Ибо так однажды, поднимая качество крови с 99% до 100%, можно потерять текущий 99%. И это уже горе в семье. Если страдаешь лудоманией, пожалуйста, но вообще не рекомендую. Потому что, как по мне, слишком несопоставим. Низкий процент буста и высокий шанс провала. А слуги в принципе с уровнем крови 90% довольно редкое явление. Часть вторая. Новые боссы. Теперь битва с боссами стала комфортнее. Так как снося половину здоровья, из них падают шарики со здоровьем. На улице казуалов счастье. Но не скажу, что стало легче. Наоборот, это скорее пилюля для тех, кто слишком страдает на боссах последних актов, которые дают вспотеть. Прежде чем перейдем к боссам, вот несколько советов, которые мне помогали. Первый. С боссом не должно быть неожиданностей. По опыту часто сыпятся на боссах не из-за того, что они капец сильные или у вас скилла не хватает, а потому что нет желания учиться и запоминать. Ведь любая тактика исходит из того, знаешь ты противника или нет. Ведь тут как в боксе. Тебя вырубает не просто сильный удар, а тот, которого ты не видел. Неожиданные действия от босса наш главный враг. Если знать, какой у него арсенал, ты будешь готов всегда. Определись, от чего ты играешь. От оружия или от скиллов. По моим битвам с боссами, думаю, заметишь, что скиллы выполняют роль больше вспомогательную. Черепа дебафует на повышенный дамаг и призывает скелетов, что отвлекает от меня противника, чтобы у меня было больше времени для маневра. Хилка или щит позволяют адаптироваться под противника, учитывая то, как он атакует, что конкретно сейчас может быть полезнее. Поглощать дамаг или в сторонке отхиливаться. Выбирай кровь, которая усилит твой стиль игры. Это важно, потому что бусты от крови имеют вполне конкретный характер. Ты либо бустишь оружие через воина или разбойника, либо бустишь магию через ученого. Или, если не хватает выживаемости и любишь ближний бой, кровь брута сильно поднимет твою выживаемость. С таким подходом, подбирая кровь, тебе намного комфортнее будет проходиться на всем пути. Чтобы победить, не обязательно умирать. Звучит-то громко, но суть простая. Если ринулся на босса и понимаешь, что с самого старта тупишь, у тебя уже пол хп нету, а у босса даже четверти не слетело, лучшее, что ты можешь сделать, это просто убежать. Уйди из зоны боя, выдохни, отхилься, подумай, что произошло, и может даже скиллы поменяй или оружие, после чего иди вновь. Не обязательно биться до последней капли. Я сам не раз просто выходил из боя, понимая, что не разогрелся, так и не вытяну. Цена смерти в разинг, особенно после фазы с железом, капец дорогая, ремонтировать все ужасно дорого. Чтоб потом не страдать от повторного фарма и ремонта перед новой битвой, просто найди в себе силы остановиться, отойти, выдохнуть и потом вернись. Не брезгуй с зельями и трать кровь правильно. Особенно в начале, они конечно кропаль апают, но с миру по нитке и тебе станет все равно биться с противником легче. Лучше заморочиться и скрафтить себе банок на дополнительный физ и маг дамаг. А также очень рекомендую юзать зелье кровавой розы. Очень многие совершают главную ошибку, тратят кровь на лечение здоровья. Это капец как невыгодно. Ты так быстрее потеряешь бонус от крови и отхиливаться будешь дольше, чем зелье розы, которое крафтится за копейки. Оно также поможет отдохнуть, отхилиться и вернуться в бой. А тратя кровь, только количество заходов себе сокращаешь. Ведь кровь-то кончится быстро и придется идти вновь искать подходящую кровь или топать в замок, чтобы новый бутылек с кровью взять. В общем, побереги нервы и время. Последний совет и может быть звучит тупо, но если не идет, прокачайся на максимум. В игре нет ни одного босса, к которому ты бы мог прийти левелом ниже. Всех ближайших боссов можно догнать или даже перегнать. Все зависит только от тебя. Не ленись фармить, ищи рецепты, делай новый шмот, мути драгоценности, чтобы скиллы твои стали сильнее. Игра стала сильнее зависимо от билда и левела, а потому так важно не создавать себе проблем, кидаясь на противника, что выше тебя. Понятное дело, таких тоже можно убить. Но в бою с ними цена ошибки выше. Если тебе сложно, а выдохнуть не помогает, обрати внимание на свой левел. И как дела с прокачкой? Все ли ты выформил? Максимально ли возможно у тебя левел? Возможно тут твоя точка роста, что поможет таки одолеть босса. Это было предисловие, теперь пошли к боссам. Бэйн. Довольно шустрый малый, с которым нужно держать ухо востро. Чтобы напинать, юзал черепа и щит. Потому что любит ближний бой, который не всегда удобно избежать, и проще просто парировать, чем стоять и выхиливаться. Что умеет? Делает рывок, оставляя темные копии, каждый из которых кидает по три снаряда. Как и он сам. Также умеет круговую атаку, которая готовится относительно быстро. А значит, как минимум щитом или пробелом засейвиться всегда сможешь. Еще этот чубрик умеет телепортироваться, после чего, залетая со спины, наносит неприятный урон. В момент появления обычно можно успеть защититься. Если видишь потемнел, это каст тьмы. Чуть-чуть затемнит все, потом появятся копии, среди которых он прячется сам. Под ними он, простые мобы, и мобы посильнее. Есть серия атак, с небольшим радиусом. Финальная обездвиживает. Избежать довольно легко, хватит лишь дистанции. Либо щита. Играет музыка. Избежать. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Это ключ-то рассвет. Победив его, получаем рывок из ветки нечистой силы и форму человека, с помощью которой сможем наконец-то забегать к вендорам и закупаться всякими ништяками. Греттель. Прикольный новый босс, с которым было весело драться. На нее заряжался, как обычно. Брал черепки, чтобы дамажить, звать скелетов для отвлечения и дебафать на повышенный дамаг. И хилку, чтобы покрывать свои тупники. И да, тупить я буду много, жестко и на всех боссах, так как пишу все в один заход и переигрывать каждого босса лень. Первый ее скилл – рывок. Готовится к нему долго, летит не особо быстро, но уйти проблем нет. При замахе трубой пускает три вихря, которые летят вперед и потом возвращаются назад. Уйти довольно просто, достаточно лишь держать дистанцию, так как летят не особо далеко, ну либо как делал я, просто отходишь в сторону. Способно мутить барьер, который блочит урон перед собой и также перед собой дамажит, если будешь неосторожен. И это только начало. Еще умеет пуляться огнем, который заполоняет часть области несколькими сгустками, в которые лучше не наступать, если не хочешь, чтобы твое прозвище стало копченой. Еще один скилл – Гретель будет дуть. Предварительный каст небыстрый, поэтому его точно заметишь. Сам ветер не угроза, но отталкивает и может оттолкнуть, например, в лужу. А еще ветер превращает сгустки огненные в стекло, которые немного погодя взрываются и делают больно во все стороны. Если это произошло, лучше пока забыть о боссе и не бегать, как я сейчас за ней, а посмотреть, куда волна стекла полетит, чтобы лишний раз не отхватывать. Продолжение следует... С нее пойдет циклон, прикольный скилл, который после запуска будет кружить и дамажить. Майя. Заодно только ее локацию и мое почтение. По сборке – коса, черепа, щит. Кидается бумагой, которая летит в несколько рядов. Подготовиться на ранней стадии можно, потому что сначала бумага летит по горизонтали, задавая радиус, а потом в нас. Но будь внимательнее, она запускает эти волны две и под разным углом, поэтому держи дистанцию, чтобы увернуться. У такой атаки есть два вида – с широким радиусом и узким. Второй скилл пуляет черным сгустком, от которого можно уйти пешком, но это не вся проблема. Из сгустка появляется тень, что бегает за нами. Очень рекомендую убивать их сразу, так как она довольно часто теней кастует и со временем их станет так много, что тебе будет просто не до нее, а они тебя схавают. Третий скилл – книга-пылесос. Тянет одну из теней к себе и лучше не давать ей это сделать. Можно спастись, просто убив эту тень. Либо получишь очередь из новых теней, которая перед этим еще начнет в тебя пуляться. Поэтому делай все, что можешь, чтобы успеть убить этого моба, иначе будет больно. Четвертый скилл – темная волна. Кастует долго и уйти не проблема, но после призывает еще нескольких чубриков, если кого-то заденет. После этого лучше заняться чубриками. Пятый скилл взрывается и исчезает, оставляя за собой темную лужу, с которой летят сгустки, дамажат и зовут еще темных чубриков. Остается только бегать и потом бежать ломать чубриков. Дай мне твоя жизнь, мой миньон. Дай мне твою жизнь, мой миньон. Дай мне твою жизнь, мой миньон. С нее получим пробел, который дает рвануть в одну сторону, а затем при повторном касте вернуться в прошлую точку. Удобно в пвп и в пве. Домина. Очень сильно напомнила мне Камилу из Лолки. С ней скиллы те же, но на пистолетах захотелось побегать. Она довольно мобильная, а перекат с ешки, да и дистанция в принципе были кстати, так как она боец ближнего боя. Первый скилл – прыжок. Если не держать дистанцию и просто стоять перед ней, точно отхватишь. Кнут. Имеет довольно длинную дистанцию и еще к себе подхватить. Третий скилл – ноги-ножницы. Серия из трех ударов. Неприятная, но уйти можно. Четвертый скилл – вертушка. Стартует не особо быстро. Есть небольшое окно, в которое можно успеть разорвать дистанцию, даже пешком. Не тратя драгоценные сейвы. Очень дамажный скилл, но если вовремя уйти, она тебя не догонит. Снеся большую часть хп, начинается новое веселье. Она готовится к обновлению. Пока только начала, не трать время зря и дамаж. Теперь, да, все ее скиллы получили апгрейд. Вертушка стала пулять снаряды молний, которые лучше избегать. Благо, они медленные и не идут плотно, так что все еще жить комфортно. Скилл серии ударов ногой так и состоит из трех ударов, но теперь они дамажные и спускают молнии. Тактика та же – дистанция, либо просто уходим в сейв-зону. Далее появляется новый скилл – ускорение. Начинает носиться и в какой-то момент совершает рывок. Тут начинается проверка реакции, так как не успев рвануть от нее, поддамажит и оглушит. Щит все еще блочит удары, так что юзаем его либо пробел. Еще теперь ее кнут не просто подтягивает, а меняет с ней местами. А на ее месте появляется АОЕшка неприятная. Потом у нее еще ультец есть, достает свою электропалку, подготовка долгая и надо дистанцию разрывать. А еще лучше за что-нибудь прятаться. Но как видишь, я в себя поверил. Скилл с нее – это ее шифт, который помогает дамажить и поменяться с целью местами. Довольно ситуативный скилл. Но что веселее – это мини-телепорты, которые можно пихнуть по замку и по этажам двигаться быстро. Ангером. Наверное, один из самых неприятных боссов. Слишком много дамага. Большой радиус атаки. По мне, лучшее, что можешь сделать – постоянно быть от него подальше. Мой выбор коса, черепки и хилка. Потому что щит спасет только от его снарядов, которые летят по прямой. Все остальное щит не спасет. Первый скилл пуляет серию снарядов, которые пусть и медленно летят, но много дамажат. Падают на землю и оставляют после себя огненное поле. Уходим от всего этого пешком. Второй скилл, пиная его вблизи по той же спине, он пускает несколько снарядов, которые дамажат и оставляют огненные лужи. Благо есть скелеты, которые на себя внимание забирают. Третий скилл – серия снарядов. Дельно быстро, сразу не дамажат, только приземлившись на землю, детонируют чуть погодя. Больно ли? Да, но пока не взорвались, урона нет, так что не пугайся и не трать сейв зря. Можно просто уйти пешком. Барьер, какой ужасный скилл. Но благо ставит только с одной стороны, висит капец долго. В щит не бей, иначе в ответ летит куча снарядов. А щит все так и будет висеть. Только проблем добавишь. Лучше найди, где щита нет и бей только туда. Пятый скилл – очередь из снарядов на 180 градусов перед собой пуляет самое простое. Зайти за него или дистанцироваться, чтобы было проще увернуться. Также за объекты можно прятаться. Шестой скилл – рывок. Никогда не попадай под него. Это больно. Он отрывает минимум четверть хп, а это очень больно. И от него не уйти пешком. Щит не поможет. Только с пробелом сейвится. Поэтому держи пробел именно под этот скилл. Okay. 변. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как классно дефиться, так и знатно надамажить Плюс снаряд от щита притягивает к себе Что делает полезным в пвп с противниками Играющими от дистанции Плюс еще получим рецепт жижи Которая может либо поднять качество крови заключенного Либо превратить его в мутанта Зива Старая добрая ива из батлрайт Под нее также коса, черепа и щит Щит потому что у нее есть куча снарядов А щит от них знатно защитит Плюс отхилит, так как есть подходящая драгоценность Ее особенность это пушки Которые будут меняться по мере борьбы с ней Сначала безобидно и все что может отскочить Чтобы взять одну из пушек А какую? Рандом Но подряд одну и ту же не берет конечно Сейчас вот началась огнемета Первый скилл пушки круговая атака Палит все вокруг, оставляя огненный след Так что лучше выбраться из кольца пораньше Потому что после пойдет второй скилл Струя огненная Которая без остановки жарит всех перед собой Благо у меня есть скелеты, которые на себя все забрали Еще умеет врывок Но заряд оружия долгий Так что убежать думаю всегда успеешь Рано или поздно пушка ломается И во времена беззащитна Перед взятием новой пушки Электропушка По мне самое противное Первый скилл снаряд Который летит сквозь все И постоянно нас преследует Благо он медленнее нашей ходьбы Иначе очень больно будет Так как он бьет несколько раз Второй скилл лучевой снаряд Который летит одним болтом Но от удара об стену разделяется на несколько Спасаемся дистанции или просто прячемся за баки Что так удобно стоит в локации Третья пушка Дробовик-пулемет Если бы не щит, точно бы прибило Дробовик стреляет три раза И с ним только дистанция Ну либо прячешься за баки У пулемета очень долгая очередь Поэтому щитом тут только и спасаться Если не успел свалить за бак Пулеметят после рывка Так что щита и рывок главный предвестник Что сейчас будет месиво Еще умеет летать В том состоянии недосягаемо И бомбы кидает Остается только бегать Как только стопнется Смотри куда повернуло Именно туда начнет падение Где ее стоит встретить И беспомощную отпинать И да Еще и роботов мелких зовет Но вроде не особо проблемных Если мешают Убивают Пулеметят без машин Пулеметят без машин у-пулеметят Сleeve Продолжение следует... С нее получим шаровую молнию, очень домашний АОЕ скилл, почти как любая ульта бьет, так что рекомендую. Дед. Да, этот босс прокачанная бабка. Он тоже будет убегать, но еще собакин кидает шарики, которые запуливают нас в куты. А учитывая, что в проклятом лесу куча мобов, это прям боль, так что лучше в шарики не попадать. Также может оттолкнуть. Дамаг не сильный, но оттолкнет далеко, а в лесу, где все больше слепнем, это проблема. Кстати, не совершай моих ошибок, не отвлекайся на мобов. Все внимание только на деда и максимально быстро его убивай. Потому что можно затянуть и умереть от мобов, либо ослепнуть и просто его потерять из виду совсем. Победив его, скиллов не будет, но будет плач, с помощью которого мы наконец-то сможем по проклятому лесу бегать без проблем. Это я вам скажу, кузнец что надо. С большим удовольствием начеканит вам полный рот мечей и прочих копий. Его было комфортно осили с черепками, косой и хилкой. Первый скилл, прыжок. Медленно подпрыгивает, также медленно падает. Уйти не проблема, но в месте удара пускает медленно летящие шарики, которые кружат и все дальше продвигаются. Короче, мешают. Второй скилл, рывок с двуручкой. Замахивается не особо быстро, потом рывок и размашистый удар. Так что либо уйди подальше, либо за спину прыгай, чтобы не получить. Не сильно больно, но все равно неприятно. Третий скилл, серия атак с даггерами. Три атаки, затем пауза и рывок туда-сюда. Короче, тормоз версия того, что ты сам мог бы делать даггерами. Так что после паузы не расслабляйся, чтобы не выхватить срывка. Четвертый скилл, наковальня. Оживляет свои орудия, которые будут действовать самостоятельно и тебя атаковать. Даггеры, молоты, мечи, копья. Кушки повторяют его скиллы, что еще неприятнее. Лучшее, что можешь сделать, не давать им расти в количестве и убивать первые же появившиеся, иначе потом совсем будет грустно. Пятый скилл, отскок и запуливание копья. Дистанция большая, идет насквозь, каст не только бы быстрый, поэтому уйти в принципе несложно даже без траты сейвов. Скилл, отскок и запуливание копья. Продолжение следует... Потом, как больше половины хп всадим, начнем призывать по 4 орудия за раз. Цель все та же, ломай их, чтобы не мешали. Шестой скилл в серии рывков. Потом устает, так что можно на пробеле спрятаться или просто из стороны в сторону походить. У меня тут уже левел норм, так что я особо не парился, ибо дамаг несерьезный. С него призрачное копье, которым поливал нас ранее. Как мне показался, скилл довольно ситуативный и довольно слабоват для пвп и пве вне использования чистой школы. Сир Магнус. Максимально простой, особенно если предварительно не к нему кидаться, а пойти и выформить серебра, скрафтить новые пухи и потом уже вернуться. С ним коса, черепа и щит. Первый скилл размашистый удар, а затем 3 снаряда ледяных вперед, которые заморозят. Поэтому про дистанцию не забываем. Второй скилл круговая атака, которая также отвешивает холодка. Заряжается долго, поэтому уйти довольно легко. Третий скилл, ледяная волна. Бьет перед собой, а потом еще глыб ледяных насыпает. Дамаг неприятный, если оказался в эпицентре, лучше убеги с пробела. Четвертый скилл, рыбок. Летит далеко, бьет больно. Лучше сойти с рельс, когда летит. Уйти можно даже пешком, почти и всегда. Пятый скилл, ледяной барьер. Ставит перед собой плотничком глыбы, которые не пускают к нему, а сам садится в кокон и хилится. Наша задача поскорее сломать любую глыбу. Забраться к нему и перебить щиты с отхилом. Все равно будет просто стоять. Глыбы, кстати, замедляют, так что возле них особо не броди. Субтитры сделал DimaTorzok. С него падает вкусный скилл с ледяным коконом, который кидает на нас большой щит, плюс хилит. В целом прикольно выглядит. Но мне кажется, слишком рисково юзать в пвп и в пве, когда есть аналоги хилок посильнее или блоков, что точно перекроет дамаг. Кокон можно разбить и в итоге будет печально. Плюс он лишает нас всех действий, что также проблема. Сомелье. Очень фановый босс. Тут надо будет прям побегать, потому что главный босс тут не чувак со шпагой, а бочки с вином. На него беру косу, потом поймешь почему, черепа и хилку. Скилл первый. Время выпить. Начинает колдырить и в этот же момент с краю начинают сыпаться бочки, что относительно быстро двигаются в другую сторону зала. Под них не попадай. Вначале будет просто и всегда можно будет найти проем для огибания. То, что там будет босс кастовать, вообще забей. Все сломается о бочке, либо его каст также эти бочки прервут. Больше дамага и контроля, чем бочки тебе там никто не сделает. Скилл второй. Кровавый снаряд. Пуляет шарик, заряжается долго, уйти из-под удара просто пешком можно. И вот, зачем нужна коса. Когда понимаешь, что уже не уйти, скиллам хватит дамага, чтобы их сломать. Ну или да, пробелом тоже можно уйти, но лишь раз, а бочки летят несколько раз. Скилл третий. Еще колдырь умеет вауе дамаг. Заряд долгий, так что уйти от него легко. После нескольких волн бочек по горизонтали, он начинает пускать бочки по вертикали. Они уже идут неплотными рядами. Уходить становится проще. Скилл четыре. Барьер. Машет корягой, создавая барьер, который дамажит и станет. Как понимаешь, тут лучше просто постоять. Машет корягой, создавая барьер. Машет корягой, создавая барьер. Это только последний раз. Куда? Добавь coisa. Продолжение. Субтитры сделал DimaTorzok Победив, получим кровавую катушку. Прикольный скилл, позволяющий как поддамажить на дистанции, так и хорошо похилиться с каждого удара по противнику. Генри Блэкбрю. Хорошо не Генри Кавилл. На нем удобно играть сразу с двух пух. Косые пистолета. Почему? Увидишь в процессе. А по скиллам это черепа и щит. Но щит можно было спокойно хилкой заменить или дамагом. Скилл первый — контратака. Лучше его не бить, потому что дамаг уйдет в молоко, а он два рывка сделает туда-обратно, внеся в тебя дамаг из-за контроля. Второй скилл лучи. Заряжается долго и пускает в каждую сторону лучи по диагоналям. Еще он любит ловить электросвязь с одним из шаров в комнате. Этот момент его можно удобно пинать. Но напротив будут лететь шарики, так что аккуратнее. Благо шарики летят строго по определенной траектории, так что особо бегать не придется. А вот самое интересное. Когда он сиганет в центр и начнет кастовать, пока он это делает, можно попинать его, но в этот момент нужно максимально плотно к нему подвинуться, потому что вскоре начнет пускать ударную волну. И эта история затянется. Выталкивает прямо к электрическому краю. Так что не бойся самой волны, бойся периметра, потому что волна не дамажит. Щит тут бесполезен, но ешка пистолета поможет рвануть дополнительно к нему, как и собственно с помощью пробела. Победив его получим ту самую контратаку из школы бури. В пвп удобная штука, чтобы не только поддамажить, но и сконтролить дамаг и так же законтролить противника. Вольт Атия. Босс простой, в арсенале коса, черепа и оешка, чисто для настроения и доп. поддержания дебафа осуждения. Первый скилл лучевая пушка. Луч бахает беспрерывно вперед, дамажив перед собой, уйти от него можно просто пешком. Скилл второй купол невидимка. Кастует купол, который оттолкнет и после босса становится невидимым. Противников видеть в ней очень просто, так что если будешь внимателен, брослох тебя не застанет. Скилл третий. Также умеет в телепорт и в типа электродробовик. Штука неприятная, выпускает перед собой несколько снарядов. Если понял, что не уйти, не стесняйся юзать пробел. Скилл четвертый. В какой-то момент остановится и начнет махать руками. Это значит, что зовет пару ребят на помощь. Пока кастует, не стесняйся и бей. Как позовет, убивай ребят, чтобы не мешали. А чуть позже замутит двойника. Кто из них, кто фиг бы знал, но убивать придется. Теперь все скиллы просто умножаются на два. А еще появляется барьер, через который снаряды не пролетают. А вот АОЕшка в самый раз. Потом как увидишь, что оба одновременно телепортируются, значит лучше убежать подальше. Потому что они встанут по обе стороны от тебя и начнут снаряды молнии пускать. АОЕшка в пускать. С него получим тот самый барьер, довольно удобная штука для защиты от снарядов, плюс при переходе через него ты ускоришься, противник отхватит. Adam the Firstborn. Дверь ломается, как говорил ранее, с помощью EMP. В скиллах черепки, хилка под жопку и ульта с Саларуса. Врубаем рубильник и идем бить Чебупелеча. Скилл первый. Он запускает пушки, и они разбивают локацию на клетки. Каждый луч соединен между двумя пушками, сломав одну пушку, луч прерывается. Они сильно усложняют возможность маневрировать и сильно дамажат, плюс замедляют, но благо они ломаются, так что если есть время, пойди и сломай ближайшую. Скилл третий. Рука, земля. Машет культёй три раза, первые два раза пускает одну волну, третий удар пускает три волны. Можно просто ножками двигаясь уклоняться от удара. Скилл пятый. Гром. Взряжает культю и по полю падают молнии в рандомных местах. Тут надо внимательнее огибать все участки, не забывая про самого босса. Скилл шестой. Барьер. Просто в него не бьем и все будет хорошо. Пока там сидит, займись пушками, либо похилься. Скилл второй. Ударная волна. Стукает после паузы по полу и пускает волны камней. Тут проще всего, будучи на дистанции, уклониться, иначе получишь как я. Хилки, что упадут после снесения половины хп, лучше прибереги, пока не используй. Скилл четвертый. Обнимашки. Кажется страшным, ведь как возьмет и запульнет, но порой проще согласиться на это. Да, откинет, но дамаг слабый и сам босс будет далеко, а ты сможешь постоять и отхилить прошлый дамаг спокойно, пока тот не рванет к тебе. Как мне кажется, лучше отхватить от обнимашек, чем от остальных скиллов. Обнимашки самые безобидные. Скилл седьмой. Научиться после небыстрого замаха ударять в землю, создавая вокруг электроучастки. Это больно и еще одно место, куда не стоит ходить. Продолжение следует... А вот дальше самое интересное. Потому что убивать его придется два раза. Теперь у него электрокультя. Он стал мобильнее и заменил серию атак с ударными волнами на серию из трех атак электрических. Две перед собой, третий рывок и молния вперед. Больно быстро, лучше беги. Когда начнет поднимать руку и пулять молнию вверх, воспользуйся шансом похилиться спокойно или подамажить его. После этого призовет бурю, которая будет за тобой гоняться и дамага ей насолить нам хватает. Потому и согласился на бросок. Так можно от бури хотя бы оторваться и подольше пожить. Ведь буря не бесконечна. Потом у бедолаги появятся свои авиалинии. Еще больше молний будет бить по земле, чтобы научить тебя игре полута лава. И потом приземлиться как думфист из овервотч. Еще пуляет свои два шара. Которые летят волной. Быстро тут надо прям по-божески реагировать, чтобы избежать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Победив его, нам дадут ульту, что даст делать бабахи молнией варкруг. А на этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.